Индийская народная сказка Маленькая птичка и слон В дремучем лесу росло огромное стройное дерево. На этом дереве маленькая птичка свела гнездышко и вывела птенцов. Однажды подошел к этому дереву слон, прислонился к стволу и стал чесаться. Дерево заскрепело и зашаталось. Испуганные птенцы прижались к своей матери. Птичка-мать высунула носик из гнезда и попросила, «О, великий владыка джунглей! Ведь кругом растет столько подходящих деревьев! Не трясите это дерево! Мои маленькие дети боятся! Они могут выпасть из гнезда и разбиться!» Огромный слон ничего не сказал в ответ на это. Он взглянул на птичку маленькими глазами, похлопал большими ушами и пошел прочь. На другой день слон снова пришел и стал усердно чесаться, а ствол дерева раскачивая его. Птенцы сильно перепугались и прижались к матери. Птичка-мать очень рассердилась и крикнула слону, «Не смейте больше трясти это дерево, иначе я вас проучу!» Слон возмутился, «Ты ничтожная печушка! Что же ты можешь сделать мне, огромному слону, владыке джунглей Индостана? Да я вот сейчас так тряхну это дерево, что твое гнездо с птенцами полетит на землю и разобьется!» Птичка промолчала. На третий день слон снова пришел и стал еще усерднее чесаться о ствол того же дерева. Но тут птичка выпорхнула из кнеста и с быстротой молнии влетела слону в ухо. И так стала щекотать его, так царапать коготками, что слону стало не по себе. Он тряс головой, хлопал ушами, но ничего не помогало. Тогда слон стал умолять птичку, чтобы она вылетела из его уха и клясться, что он больше никогда не будет беспокоить ее, ни ее деток. Но птичка ответила, «Я ведь тебя тоже просила не трясти дерево и не пугать моих птенцов!» Слон кричал, тряс головой, хлопал ушами, трубил и носился по джунглям. Наконец, совсем изнемог и упал на землю. Тогда птица вылетела из его уха и вернулась в кнездо к своим птенцам. А слон уже больше никогда не приходил чесаться к тому дереву. Субтитры создавал DimaTorzok